Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос заключается в том, что у младшего человека к автору вопроса, который в данном случае пожелал, так скажем, остаться анонимным, резко изменилось отношение. Резко. То есть началось все было хорошо, а потом начались в этом смысле разные проблемы. Молодой человек, грубо говоря, начал срываться, молодой человек начал грубить, молодой человек начал, как я понял, шантазировать. Ну, то есть в этом смысле вот полный набор. Далее была сцена, скажем так, сцена измены. То есть, вот, на корызончик появилась бывшая. Вот. И это после того, как по словам астролапсиса, значит, он словесно издевался и называл обидно. Вот. Это после того, как отношения были завершены. Вот. Значит, появляется бывшая. И, значит, происходит своего рода сцена. Сцена. Измены, которую молодой человек, конечно же, отрицает. А большим говорит о том, что... Все равно автор вопроса принадлежит ему никуда. Она от него не денется. Вот. И, собственно, вот в этом смысле, да, вот, ну... автор вопроса предлагается делать все, что хочет. Вот. На что жалуется? Прямо-прямо-прямо. На то, чтобы не понимать, что от нее нужно молодому человеку. Вот, во-первых. Во-вторых, она не знает, как дальше себя вести. Вот. То есть не знает, что делать. И вот такая история. Да, еще важный момент. Молодой человек. Возьмите употреблять алкоголь. Что за полосы. Вот. То есть тут такой момент присутствует. Ну, в этом смысле. Собственный корень проблемы, как мне кажется, заключается в следующем. В том, что вы не берете ответственность на себя в этой ситуации. Вот. То есть в этой истории, ну, в истории, которую вы описываете, вы не берете на себя ответственность. Такое ощущение. Такое ощущение складывает. Такое ощущение складывает. Что вы. Знаете как. Во всём. Вот. Просто во всём. Пытаетесь полагаться на молодого человека. Ну, и всё. Должим определять. Молодой человек. Как нас. Как нас. Как нас. Такие. Молодой человек. Вот. Что мне лично представляется, конечно, очень печально и грустно. ситуации, картинки, вот там что, на мой скляп выдастся не большего, ну на мой взгляд. И очень жаль, как мне кажется, что вы сами как будто бы этого не замечаете, как это предаёте себе, вот как перекладываете ответственность за себя, молодого человека, и вы не замечаете того, что снова и снова прощается, снова и снова прощается. Ну, мужчина снова и снова прощается, мужчина снова и снова дает ему шанс, и, на мой взгляд, подобное может происходить только в одном случае, только в случае, когда вы имеете со стороны. То есть, если вы боитесь со стороны, если вы боитесь одиночества, например, то в таком случае, вы снова и снова будете человека, конечно, конечно, прощать. И в этом нет абсолютно ничего удивительного. В том, что вы так поступать. Другой вопрос заключается в том, куда этот путь ведёт? Вы даже на данный момент пытаетесь понять молодого человека, но не себя. То есть, вы хотите понять, что движет им, и что ему нужно от вас, но при этом упускает из виду, то, как и сказал моя коллега правильно, что нужно вам. Ух, что нужно вам, оп, него. А, такое ощущение, что климат, климат в ваших отношениях? А, ну, целиком и полностью. зависит только от действий мужчины, не от ваших действий. И это, как мне кажется, является с вашей стороны позицией жертвой и необходимо в общем-то вам с этой позиции выходить. Сделать это можно через специалиста, то есть с помощью психолога это можно сделать. Вот, если вы заинтересованы. Конечно. Ага, вот, пожалуй, такой ответ я бы вам сейчас мог дать. Значит. Вы пишете. Поначалу позиционируем себя с хорошей стороны, уважительно. Попробуем сразу сорваться по мелочам. Мы встречаемся недолго, что вы, но мои нервы на пределе. Недолго, это сколько. Скажите, привязались ли вы к молодому человеку, испытываете ли вы привязанность? Если вы когда обращаете его, надеетесь на его перемены, то я бы рекомендовал вам в этом смысле, в этом случае, изучить тему созависимости, потому что вы созависимы. Здесь. Молодой человек, например, зависим от алкоголя, а вы, соответственно, созависимы. Или у вас любовная зависимость. Вот. И изучить эту тему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начаться над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И в заключение хочу сказать, что когда вы пишете «У меня проблемы с молодым человеком», вот, то здесь кроется по-двух. Это у вас проблема, а не с ним. То есть это тоже здесь к вопросу о личных границах. Вот. И еще хотел обратить внимание, что вы как-то делаете пор на семью. То есть, ну, как-то вот много говорите про семью, при том, что встречаетесь недолго. Мне кажется, что тема семьи вам важна. Ну, с точки зрения психологии, люди стремятся к семье не просто так, а с целью себя обезопасить, скажем так. Вот. То есть почувствовать себя в безопасности, почувствовать свободу определенную и так далее. Вот. Это является проблемой личной. И непосредственно к созданию семьи отношения не имеет. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.